Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем подкасте я хотел бы поговорить с вами о том, что не нужно делать при изучении Android. То есть мы поговорим о тех вещах, которые замедлят ваше обучение или вообще заставят вас избавиться от своей идеи. Но перед тем, как мы начнем, я хотел бы попросить у вас обратной связи. И напишите мне в комментариях, я тут решил, ну я так задумался, обновить видео по основам Android, сделать его более, скажем так, под реалией сегодняшнего дня. Возможно что-то расширить, какую-то информацию, да. Ну то есть обновить видео уроки по основам Android. И также у меня и была идея обновить уроки по Kotlin. Имея ввиду, дело в том, что Kotlin для того, чтобы начать в Android разработке что-то делать, его весь глубоко не нужно изучать. Его нужно изучать лишь ту основу, которая действительно нужна. Если хотите, чтобы я сделал видео именно по темам, которые нужно изучить и с которыми нужно будет начать, или сделать, допустим, видео урок по основам Android, то напишите, что больше интересует, и я сделаю это видео, возможно, уже через недельку. Я, конечно, склоняюсь больше, чтобы сделать видео по основам Android. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. И сегодня мы поговорим о том, что же не нужно делать при изучении Android. Если вы хотите стать Android разработчиками, сделать это максимально оперативно и качественно. Если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия. Если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем, и, конечно же, настоящем, в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству, по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Самое главное, когда вы начинаете изучать, приступать к изучению Android, у вас не должно быть хаотичной стратегии изучения. Нужен конкретный план, по которому вы будете идти. Этот план состоит в основном из чего? Вы изучаете основы Kotlin, опять только то, что нужно. Вы изучаете основы Android и дальше изучаете все необходимые библиотеки, которые мы используем при разработке Android приложений. Если вы не знаете, где взять этот подробный план, то заходите по ссылочке в описании, ссылка на курс, и там есть план обучения. Вот открываете план, и вот это все, что вам потребуется, это все необходимые знания для того, чтобы вы стали полноценными Android разработчиками. И это вот стратегия. Потому что вы, если будете использовать хаотичный подход, то там похватаете, то там похватаете, и в итоге вы поймете, что здесь вы не знаете, это вы не знаете, и что-то в отдельности знаете, но в целом вы ничего не знаете. Поэтому нужен конкретный план. Не нужно думать долго, на чем программировать, на Java или Kotlin, к чему приступать. Однозначно нужно изучать Kotlin. Если вы начнете изучать Java, то потом придете в конце, к тому, что вы примерно год будете изучать эту Java, после чего, или пойдете на собеседование, и поймете, что без Kotlin никуда. Да все потому, что Kotlin это основа для Android разработки. Уже компания Google сказала давным-давно, что пишем на Android приложение на Kotlin, все новые фишки, все новые библиотеки, все новые технологии выходят исключительно под Kotlin. Код в плане Android разработки Kotlin намного лучше, чем Java, и поэтому нужно изучать Kotlin. Потому что, плюс к этому, чтобы начать разрабатывать Android приложение на языке Kotlin, вам не нужно год тратить на изучение, как на изучение Java. И при правильном подходе вы это сделаете меньше, чем за неделю. То есть за полнедельки вы изучите весь Kotlin. По факту, если вы еще знали какой-то другой язык программирования, вам одного дня хватит на изучение Kotlin. Но опять же, это те основы, которые действительно нужны для Android разработки. Не весь Kotlin, не глубоко. Все остальное вы можете доизучить. Поэтому для того, чтобы прям становиться Android разработчиком, нужно поверхностно знать Kotlin, потому что, если вы будете глубоко копать, 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 вы просто выгорите, и к Android разработке не приступите. Вам может, с одной стороны, показаться, ну как это поверхностно знать, хотел бы глубоко узнать. Будете глубоко копать, вы потом, раз хотите быть Android разработчиком, лучше всего знать Kotlin, те основы, которые позволят вам приступить к Android разработке, и потом, впоследствии, когда будете писать, практиковаться, какими-то вещами сталкиваться, там уже вы очень быстро, очень серьезно все быстро нагуглите. Это без проблем. Итак, мы определились, что нужна определенная стратегия, да, и нужно писать на Kotlin. И Kotlin, ну, не нужно глубоко копать, не нужно на нем засиживаться, а знать все самые основы. Кроме того, когда вы изучили Kotlin, вы переходите к основам Android, и там вы сталкиваетесь с XML-версткой. И что такое XML-верстка? У вас экраны, у вас приложение состоит из экранов. Экраны состоят из двух частей. Из XML-шаблона, то есть это внешний вид вашего экрана, и Kotlin-класс, то есть это вся функциональная часть, которая принадлежит тем виджетам, тем элементам, которые вы разместили в визуальной части. Так вот, визуальная часть сделается с помощью XML, то есть с помощью XML-верстки. И будет огромной ошибкой просто брать и изучать каждый атрибут, каждый атрибут у каждого виджета, все досконально. Это не нужно. Вы с ними, если вам что-то нужно будет, вы это все догуглите, и потом, когда с этим столкнетесь. Ну, по факту, вам нужно знать просто, какие все основные виджеты, которые есть, что такое атрибуты, что такое подключение через App, через Android, что такое... Нужно знать про компоновщики, Constraint Layout, Liner Layout, Coordinator Layout. То есть, нужно понимать, как строится экран, что такое компоновщик, как компоновщики размещаются виджеты, зачем индивидуальный идентификатор у каждого виджета, и знать основные атрибуты. Ширина, высота, текстовый атрибут, атрибут текст, отступы нужно знать, нужно знать, как покрасить виджет, как фон задать, как фон текста задать, как, допустим, виджет изображения подгрузить изображение. То есть, основные виджеты. Если вы не знаете, как здесь изучать, то на канале есть два видео больших по основам Android старых. Можете посмотреть, там все подробно рассказано. Но, тем не менее, сильно на классическую верстку не нужно насиживаться, потому что все вот эти виджеты, которые поставляются нам в Android приложении, они все поставляются библиотекой Material Design. И нужно уже глубоко, подробно изучать именно библиотеку Material Design, а не классические виджеты. В классических виджетах нужно понимать, как можно создать виджет и как их компоновать. То есть, нужно хорошо разбираться в компоносчиках, допустим, в том же Constraint Layout, когда вы каждый виджет отображаете на экране в зависимости по отношению к другому виджету или к родительским элементам. То есть, особо долго засиживаться на XML не нужно. Ну и также нужно понимать, в каких источниках вам нужно, скажем, черпать информацию. Ни в коем случае не нужно изучать по книгам, потому что Android разработка настремительно развивается, а в книгах в основном используется устаревшая информация. И не нужно использовать устаревшую информацию, и не нужно использовать для обучения книги. Это большая проблема. Поэтому ни в коем случае не нужно этого делать. Какая информация не устаревшая? Информация не устаревшая и та информация в идеале, которая выпущена в этом же году, но не старше 2-3 лет. И то 3 лет я бы не брал, но не старше 2 лет. То есть, заходите, информацию какую-то ищите в Google поиск, вводите и ставите там, в первую очередь, ищите информацию, которая была опубликована в течение года. И вот там все новые технологии, все новые подходы, и там это все изучаете. Не нужно пользоваться устаревшей информацией. И когда вы изучаете, не нужно нагружать себе информацией без практики. То, что вы просто изучаете, накапливаете знания, но при этом не практикуете, это и не используете, это все у вас выветрится из головы через неделю, в лучшем случае, а может быть и через несколько дней. Поэтому не нужно накапливать информацию, изучать только то, что прямо сейчас нужно, все самое необходимое, и сразу практиковать. Представьте, ваше знание, это как кость, ваша структура знаний с кость, и вы потихонечку начинаете обрастать эту кость мясом, потихонечку, соснов, потом, что еще нужно, если будет в каком-то проекте, нужно будет что-то более глубоко знать, еще больше мясом нарастать. То есть, нужно знать стержень, основу, без которой нельзя приступить к контрольной разработки, и потихонечку нужно будет изучать все самое дополнительное, как бы обрастая, наша кость будет обрастать мясо-мясо. Собственно, такой же подход используется у меня на курсе, то есть, мы изучаем только то, что вам нужно для андроид-разработки, и на каждом уроке в последующих неделях мы этот стержень обрастаем мясо-мясом, и вы уже на выходе становитесь полноценным андроид-разработчиком, который может создать любое андроид-приложение, и после курса у вас примерно 90% всех знаний по андроид-разработке, всех навыков, то есть, вы владеете всеми библиотеками, всеми современными технологиями. И можете легко разрабатывать любое мобильное приложение, либо трудоустроиться, потому что у вас есть весь комплекс знаний. То есть, не нужно нагружать себе информацией, изучили что-то, попрактиковали, потом закрепили, изучили, попрактиковали, и когда вы что-то изучаете, я советую вам делать либо отдельные проекты у себя где-то сохранять, чтобы вы в последствии знали, где вы можете взять код свой, который вы уже проработали, видоизменить и втащить в новый проект, либо писать, скажем, текстовые инструкции в тех же и текстовых редакторах без проблем. То есть, если вы делаете текстовую инструкцию, то, например, создание кнопки обработки таба по нему. Здесь вставляем, пишите, вставляем виджет XML-шаблоне, да, такие атрибуты, этот атрибут, за это отвечает, для того, чтобы потом связываем через байдинг в объект в Kotlin-классе с XML-шаблоном, да, и затем мы вешаем обработчик прослушиватель таба по кнопке и потом вызываем через интерфейс метод, который запускает какие-то события после таба по кнопке. И вот это все подробно описываете, потом берете и вставляете в блоки. Но, по моей практике, лучше работает, если вы создаете отдельный проект с заготовым кодом и там пишите комментарии. Но, опять же, каждому свое. И, опять же, возвращаемся к устаревшей информации. Ни в коем случае не используем устаревшие библиотеки, устаревшие техники, устаревшие технологии и в целом, да, устаревшую 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 информацию. И постараемся побольше практиковаться. Я вот в изучении программирования и вебом занимался, ну и сейчас иногда занимаюсь, но больше контролирую код своих разработчиков для перед тем, как выпустить этот код в коммерческое производство. Я изучал и веб-программирование, причем и фронтенд, и бэкэнд, и мобильную разработку. Я всегда сталкивался с такой ситуацией, что утром встаешь, пару часиков обучаешься, 2-3 часа, не больше, но чему-то новому. Потом все, что обучил в течение дня, не больше 4 часов за день, практикуешься, 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 и вот такой подход плавный, он как раз таки дает результат, нежели тот, если вы будете просто напихивать себя теорией, или просто практиковаться, ничего нового не изучать, нет, больше вот работает такой подход, почему утром лучше все это делать, потому что утром самые свежие мозги, и они лучше всего соображают, а потом практикуешься, практикуешься. Ну, в принципе, это все, что я хотел вам рассказать в этом видео, не повторяйте вот этих ошибок, эти ошибки, откуда я взял, эти ошибки у меня, я проработал на личном опыте, я эти все ошибки лично прошел, и поэтому хочу предупредить всех тех, кто только приступает к андроид разработке, чтобы не повторяли моих ошибок. Ну, а на сегодня это у меня все, с вами был проект Mabu, до встречи на следующих эфирах, всем пока.